К другим темам. Оптимизм свойственен россиянам и сейчас, он, надо заметить, обоснован. Несмотря на санкции, рынок труда держится достаточно уверенно. Сохраняются низкие показатели по безработице и высокий спрос на сотрудников. Что же касается доходов граждан, то, по данным Росстата, в первом полугодии 2022 года они выросли почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Статистика рынка труда – идеальный и реальный заработок тверичан. Обо всем этом рассказывает наш корреспондент. В среднем на душу населения доход граждан в первом полугодии 2022 года составляет 44 374 рубля. Однако рост доходов, к сожалению, часто сопровождается и ростом расходов. Причем в разных регионах эти показатели могут сильно различаться. Интересно и то, что по результатам исследований сервиса работа.ру больше половины работников в России уверены в увеличении доходов в следующем году. При этом 31% рассчитывает на повышение зарплаты, а 28% – на дополнительный доход. Какая сумма считается идеальным заработком, отличается ли она от реального и планируют ли жители дополнительно подрабатывать, мы спросили на главной улице Звери. 100 тысяч. А почему именно 100? Ну так мне кажется. А как вы думаете, сейчас люди зарабатывают столько или намного меньше в среднем? Меньше. Меньше? 1080, а то и 100. А вы зарабатываете столько? Нет, к сожалению. А не планируете подрабатывать как-то? Нет, нет, спасибо. Наверное, такой, которого бы хватало на жизнь. 100, наверное, было бы хорошо. 150 было бы еще лучше. А ваш заработок вас устраивает? Ну, в общем и целом, наверное, да. Я пенсионерка, у меня хорошая пенсия. А сколько, если не секрет? 29,434, плюс надбавки по уходу за мной, кому за 80, плюс 800 ветеранские, еще субсидии оформлены. А у вас такая большая пенсия из-за вашего рабочего стажа? Ну, естественно. Нет, ну не только стаж. Я 20 лет последних работала главным бухгалтером. Зарплата была приличная. И стаж 38 лет. Как мы можем заметить, сумма идеального заработка начинается от 80 тысяч рублей. При этом реальный заработок вполне устраивает жизнь Литвери. Но, несмотря на то, что 2022 год выдался непростым для экономики, сейчас наблюдается рост зарплат во многих сферах. Это сказывается на уверенности россиян по поводу их финансового состояния в 2023 году, отмечает заместитель генерального директора Работа.ру Александр Ветерков. Поэтому не исключено, что размер зарплаты мечты россиян в 2023 году значительно вырастет.